здравствуйте дорогие друзья продолжаем наше путешествие по книге тилим 34 псалом но такой необычный псалом знаете как говорят в одессе у меня есть что про него сказать во первых его добавляют молитву именно в шаббатной литургии и поэтому уже это показывает вы знаете отношение это из макшаббата и шаббат этот псалом доказывает его важность и такую серьезность написано что когда в тяжелые дни когда человек чувствует что явно что-то в нем плохое начало начинает побеждать а мы всегда знаем когда у нас что-то начинает в голове там не то скапливаться то сразу читает этот псалом то же самое от реальных физических врагов тоже он помогает он составлен так что каждый следующий стих начинается с следующей буквы еврейского алфавита и такое устройство было написано арабе левиновым указывает что это очень такая сильная огромная молитва о прощении и спасении то есть эти два компонента которые вот в этом отражении этот псалом написано в книгах читают перед тем как предстать предвладь держащими придержащими с какой-то просьбой или спрошением и так было написано в древних книгах он очень помогает был такой молитвенник и якова израиля м дэна и он говорит что ради излечения больного надо обязательно тоже читать ряд псалмов один из них 34 25 там еще но еще 34 еще об этом псалме пишут что если надо куда-то ехать и человек чувствует тревогу и почему-то боится ехать в поездку вот этот псалом обязательно надо читать она очень помогает что еще мы знаем об этом псалме написано что все сотворенное даже то что кажется нам каким-то там уродливым отталкивающим имеет свое предназначение в том числе и вот тут здесь в этом словам которого рассказывать о безумии которого предварялся царь давид он увидел на собственном опыте что даже это пригодилось поэтому никогда нельзя жалеть написано о каком-то уже приобретенном опыте надо просто все негативный больше так не делать позитивно сделать выводы еще главный смысл этого псалма это благодарность вот надо принимая все что выпадает на нашу долю написано с верой и мы выбираем тогда всегда самый лучший вариант данном случае очень интересно еще про этот псалом есть наши мудрецы писали что когда у тебя какие-то тяжбы они конкретно написано налоговые да вот у тебя разговоры тяжелые с налоговой проблемы обязательно тоже читает этот псалом читает уже я уже говорил по-моему да нет когда вы читают походят дорогу для уверенности что будет дорога хорошая и для уверенности в принятии каких-то решений принял решение укрепись в этом да чтобы читать этот псалом чтобы быть принятым людьми с симпатией ты идешь куда-то хочешь чтобы тебе вот не только власти но и такие что еще написано здесь слова такие вот там с вами вкусить и увидите благ господь написано в толковании что надо попробовать убедиться в какой-то момент когда ты бывает в каждом какой-то момент у человека на проникся чем-то явно духовным стоп закрепи это место да вот пойми что что-то надо с этим себя соединить когда человек посещает магазин благовоний то у него остается после него запах вот как и вкус духовный такой вот он тоже ощущается надо закреплять еще девятнадцатый пырак девятнадцатая в этой псалме написано близок господь сокрушенным сердцем и и спасает их и в толковании написал на мрале иосиф что если что здесь иосиф хаям хаим что здесь есть очень большая каббала о том что когда человек раскается то обязательно приходит спасение так устроен этот мир еще есть такой маленький каббалистический секрет в двадцатом по сути написано искупит господь души рабов своих не пропадут они и так написали каббалисты что здесь скрывается вот как бы намек раскрывающий нам что добрые дела спасают человека от бед даже когда он этого не видит ну вот пожалуй все бархавы от слаха